здравствуйте дорогие мои у нас сегодня встреча с варта по этом ревондом я подготовила вам вопросы согласились очень многие знают вас из интернета вы каждый день приветствуете в социальной сети своих френдов да в социальной сети своих френдов одним и тем же приветствием мир всем доброе утро храни вас господь как все начиналось как приняли вашу активности в виртуальном пространстве в самой церкви то есть добавлюсь как начало вообще в интернете как началось вообще и в том числе как вы стали приветствовать признаюсь я такой был боялся и интернет у меня даже не было mail а ящика не было и вот однажды решил открыть потому что нужно было там письма писать и уже пришлось интернет проводить к себе и так завлекся тем что начал искать от духовно духовной темы и вот тогда было активно 2009 год даже раньше формы были нет я начал искать вот священники как там пишут что делают и к сожалению я не нашел ни одного армянского священника это какой год был тысяч 8 9 вот эти годы и начал значит искать только и нахожу русские священники там епископы даже открывать свои формы вопросы священнику и вот набрался храбрости смелости и решил открыть тоже такую рубрику и записался в первый мой форма аистан.com это сайт там был форма я записался на этот форм теме религии открыл теме вопрос освещения ну тогда на русском он написал вопросы священникам люди начали удивляться как священник армянский так споры сначала пошли кто ты такой чё здесь делаешь тебя делать ничего не принялись сначала потом все нормально начали приглашать других форумах форумов и вот так начал распространяться все и писать на русском почему потому что на армянском тогда интересно я писал и на армянском но откликов не было зайдешь там счетчик такой сколько заходит сколько комментирует писал одну и ту же тему на русском и на армянском на армянском 10-15 видишь зашли посмотрели а на русском там тысячи захотел я так начал на русском все писать потом live журнал появился фейсбук но фейсбук тогда не активно было а вы под ником выступали или под своим под своим тогда и романах ремонт 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 аль фадар ремонта фадар ремонт эфар ремонт на английском потом свой форум мы там с ребятами открыли форум для того потому что везде было очень напряженным догматические христологические споры и все вот я понимал что многие христиане друг друга не знают и все мерят друг друга исходя из того что знали их отцы там учителя церкви раньше галина про русской армянской церкви и мы решили открыть такой форум с друзьями где мы давали возможность на католическая церковь мы искали находили католического священника который активно был в интернете приглашали ему давали администрацию в этом давали возможность чтобы он все рассказывал от своей церкви и да там даже ассирийцы были коптов нашли там на русском писали православный старообрядцы не нашли это возможность диалога миссиональный форум был и там люди собирались и каждый выступал рассказывал о своей церкви вопросы мы там задавали гали пишите на эту тему вот это это и очень было интересно но всегда как всегда находились люди которые заходят вы и редики всех начинали это и потом он уже формы начали терять свою актуальность и так он уже я не следил за этим формам и более уже перешел ну лайк журнал был фейсбук уже последние годы я все аккумулировал фейсбук фейсбук и через фейсбук там можно подключить к там twitter вконтакте я что-то пишу нам переходит вот перепост делать перепост в эти годы открыл youtube но youtube столько я не увлекался ютуб этим ютубом там делать видео немножко трудно было техникой не обладать там монтажем как делать монтаж все ну потом уже последние годы начал и ютуб тоже делать видео пропасть потому что чувствуется что живое отношение общение визуально общение имеет свою силу или влияние на раньше и лайв лайвы делал по фейсбуку но прямые прямые эфиры но не знаю не не получается сейчас там не получается почему технически или технически а со временем просто со временем ну уж не нравится что там не знаю внутренне не тянет более уже фейсбуку но вот ваше приветствие она все-таки очень популярная знаю людей которые именно ждут вашего доброго утра ну это знать как это вообще с детства любил фотографировать мне мог был маленький папа камеру купил я там я любил фотографировать так здесь так увлекся папа камеру купил там фотографировал пленку сам правил потом печатал фотографии там специальный увеличитель был ну так любил потом уже эти появились когда это здесь мыльницы такие снимать уже там перестал увлекаться этим когда уже был в иерусалиме то есть уже снимаешь и не думаешь на автомате получается не надо так что iphone ну снял 23 фотки получилось красиво там поиграл с красным программки может что-то и не помню почему взял однажды уже лет шесть лет там назад взял просто написал на армянском баре люис дословно это добрый свет ну такое приветствие баре люисе доброе утро и храни всех вас господь взял просто так написал там два-три лайка там все два-три дня делал недельку потом даже ничего надо это делать мне написали скалит знать так как приятно как вы так ставишь сколько лет уже каждое утро выкладывают такие фотографии баре люисе еще вы добавили мир всем да потом это после 2000 шестнадцатого назад а я помню что войны найти война войной физически но очень война была еще знаете с чем связано в интернет пространстве когда что только не пишут люди такая депрессняк такой скажем да и люди и они нужно было что-то там что-то писать говорить это мне кажется не помогло вот это мир всем она свое дало дало потому что те кто лайкуют и пишут свои ответы тоже как на умен или тоже благословение это какой-то создается своеобразная ваша благословение но это не мою знаете я просто написал а там все с почти соединяются вместе присоединяется это такая сильная ну и слова не люблю энерги энергетика но какой-то благодать все так быстро распространяется да у меня следующий вопрос уже немного иной несмотря на публикации о том что годами ошибочно армянскую церковь считали монофизической разнотолки не утихают в чем причина этого знаете причина в невежестве я понимаю многих русских священников или верующих которые они так научно они читали эту литургию литературу про армян и это они приняли вот с принятием христианства в десятом веке русская церковь то есть русский народ принял и все понимание христианства в трактовке греческого греческого православия веры и там естественно было все то те ереси как так называемых которых ходила армянская церковь и вот армяне это все вас русские принимают они все приняли веру христианство все 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 и естественно армяне еретики и поэтому когда с ними общаешься они удивляются как бы и выжить монофизит и вы же берите так потому что такой-то святой 10 12 13 сказал что армяне еть и значит и ретики но это тогда понимаешь политика такая была ли что на про максим грек у них там преподобный святой по-моему русской цель да он тоже проклятой там зла в вере армянам то что только не говорить там все ложь но он откуда это брал мне кажется он там попались некоторые моменты были какие-то и ереси в которых он наверно увидел армян которые попали армяне тоже в эту ересь какую-то там кафтой ведь как называют забыл докеты докеты которые докеты которые не принимали что плоть христа есть она призрачная что-то такое это были такие были из армян несколько монахов может этот он об этом услышал что вот армянин тоже исповедует это значит армянская церковь то есть армянская церковь такого не исповедую и вот-вот последние вот эти лет десять когда я появился и на и формах интернет я вот начал писать об этом что мы не монофизит и объясняя все для многих это было откровением таким ноги это воспринимали в штыки из православных русских это вначале или это в начале остались при своем но сейчас очень многие это принимают что армянская не монофизиты но сейчас другой вопрос а почему если не монофизиты то почему вы не принимаете халкидон а что в их сознании это халкидон был против монофизитов а если армяне не принимают халкидон значит они монофизиты вот эта психология вот это я понял и я объясняю что не принимать халкидон не значит ты принимаешь монофизит потому что у нас есть свои воспринять свое воспринятие халкидона но сегодня мы не ставим это упреку знаете вы отвали от православия вы неправильно верите по сути знаете если отбросить все терминологии например природы ипостаси ли все если отбросить все традиционные церкви апостольского края все верят что иисус есть сын божий есть сын марии мария богородица то есть вот это основной основное что мы можем так вместе общей в мире верить и поклоняться но когда уже начинаем заходить туда понимать а как это он стал богом как он стал человеком здесь уже идет расхождение поэтому мне кажется сегодня не нужно вот это входить в эти разногласия так мире такое христианство уже на христианство всякие нападки и а христиан нужно быть мирно быть как бы вместе чтобы победить все вызовы которые идут против христианства а сидеть сейчас думать во христе сколько природ какая на кресте страдала какая воскрешала которая вас это уже знаете не не то время мне кажется это не мешает любить друг друга и оставаться в своем понимании христологии ну кстати ваша последняя книга возвращения объясняет некоторые моменты и в целом представляет историю армянской церкви она будет продаваться в россии ну или я вообще что слова не сам не продаю на раздаю потому что мои друзья они их господь благословит этих моих друзей они помогают в издании моей моих книг а если кто-то берет там печатает например они берут печатают в каком-то городе ли что они если продают это в церковь или идет это но пока что этой книги спрос я раздаю в россию но печатать это надо там они должны решить хорошо тогда другой вопрос и в интернете пока его нет здесь есть можно это я выкладываю после сразу как книги принесут домой выкладываю и все могут скачивать на вашем сайте хорошо тогда у меня еще такой вопрос после недавней смены власти в армении так называемая бархатная революция появилась группа людей которые требуют самоотвода действующего каталикоса гарегина 2 есть ли каноны которые позволяют уйти в отставку каталикоса смотрите вот эта группа людей сначала я думаю они просто искренне ошибаются то есть они искренне даже с вами не права те но это уже в них знаете они хотели изменения они хотели чтобы это изменилось плохие вещи ну что им не нравится что больше не было но так вопрос не решается понимаете когда они говорят мы хотим не против церкви а против именно этой личности каталикоса они не понимают что каталикос это не просто какой-то президент или председатель какой-то там офиса до менеджер он человек который в нем несет это очень много аккумулирована вся наша церковь не в личности а в этом статусе когда убираешь личность с этим статусом это приведет к разрушению церкви это люди не понимают и вместо того чтобы решать некоторые такие житейские вопросы там церковь и свечки продаются да эти деньги идут сюда-то куда идут это такие житейские вопросы которые решаются на на месте или но сегодня вот это я что вижу 90 с лишним процентов это сплетни уже перешло в сплетни эти люди которые думал что они вот просто искренне в этом я уже понимаю что они специально это делают может чтобы разрушить церковь и поэтому говорить что они какие-то реформы хотят проведя уже не верю в это что реформу можно делать просто внутри церкви решать некоторые вопросы а в церкви есть всегда она настолько почему выжила цель может она всегда гибкая она может у отцов есть всегда такое всегда весь год законы но есть времена которые эти законы можно обойти что время то есть это явная какая-то угроза была разрушить нашу церковь армянца это есть угроза разрушения цель просто то что они хотят они думали на этой волне что сменили власть или там революция была или там смена власти они думали что можно то же самое сделать с этим с католикосом они ли может сами знали что не может но показывает время что они это специально сделать чтобы опозорить церковь просто знаете там поднимаются вопросы к примеру говорят вот деньги да вы многие люди которые присоединились к ним говорят следующее знаете что те свечи которые мы продаем покупаем вы за насчет живете то есть священники то есть если взять всю армянскую церковь по армении возьмем да и те свечки которые сегодня наш народ покупает это церковь прожить вся церковь структура эта церковь она не проживет и полмесяца то есть а сегодня есть в армянской церкви есть очень много представьте три семинария насколько знаю в армении там сколько сотучина под дете геворки анбас генян 3 для юмри есть такая мама насколько знаю представьте вот там сколько сот учеников а сейчас какая ситуация улеглось ли все это я насколько знаю там человек 15-20 собираются кричат это уже сколько не такое ощущение ли они отрабатывают свои деньги им заплатили да такое ощущение не знаю не могу судить об этом мы завершу что у нас в примеру дал три семинарии есть учителей это здание содержать это все там зимой летом учителя кушать одежда это все финансируется плюс сегодня есть несколько а вот эти дома для детей где бывшие наши на пионерские дома церковь также кормит до 1000 человек престарелых которые каждый день до 1000 человек кормит плюс еще многие проекты которые церковь делает это что за счет свечек это все делается за счет благочителей важен не пожертвуем который там несут ящик бросит это тоже не покроет это все еле-еле покроет вот это свет в церкови там электричество или что-то платить да а все остальное ты за счет внешних вот этих благодетелей которые всегда помогают церкови помогают и содержание церквей это не только строительство построили огромную церковь это же надо содержать сегодня со временем зимой что в зимой что-то отапливается летом чтобы прохладно это все было это все финансы это и вот представьте если если представим что католикоса убрать или опозорить католикоса а все это что делается ради католикоса должен он не просто сидит там в очми одзине и и не молится как думают уже и работает это получается после развала советского союза представьте если сделаю так что те люди которые из-за границы которые все это помогать представь в одном мгновении все прекратят это финансировать помощь армянская церковь станет перед таким крахом финансовый крах и это уже ты понимаешь что это здесь вопрос уже не какого-то реформы какие-то там мы хотим чтобы в церкви священник крещение проводил не 15 минут а 45 минут это немножко абсурдно и поэтому вот сегодня они собрали человек 20 недавно два дня в аварцине тоже спровоцировали там перекрыли дороги опять хотели католикос там епископы собрались какой-то у них заседания было они пришли закрыли дороги как-то открыли один из этих начал против сарфазана там что-то сказал и он ему отцовскую оплюху подарил как бы в библии же написано что дети родители иногда нужно наказывать деток даже плеткой и вот начали шум подняли что сарфазан он какой имел право ну а плюху оплюху по щеке ударил как не умеет права он отец если они считают его отцом можно сказали вот он священник он отец наш как ты бьешь они не похожи ли все это на павликианское движение нет тогда же тоже конечно размеры не те были павликианское движение но мне кажется было другое было здесь они это а это прихожу к тому что опять внешнее влияние есть которая просто идут они не знают чего они хотят каждый раз как сплетни распространяю у павликианское движение было свое скажется свое вероисповедание по каким-то вопросам они вот шли по этой по этой стратегии а идут каждый день сплетни то есть подстрекательство явная сплетни просто распространяя сплетен хорошо тогда перейдем на ваши книги расскажите о ваших книгах откуда появляются идеи и жанр подачи материала откуда появляются потому что уже у вас две художественной литературы есть я книги сейчас девятая книжка вышла это возвращение ну первая моя книга я вообще не думал писать я защитил кандидатскую диссертацию московской духовной академии москва сирио посадки на тему на святой григория таты ватцы нравоучения святого григория таты ватцы так получилось я вот тут защитил ее там а через несколько лет вот решил там немножко доработал на книжке издал книжку первый раз в 2006 году потом в 2009 и и добавил там несколько глав переиздал еще раз в 2009 году а а потом вот начали появляться мне у меня взяли интервью из журнал был такой он их в россии русскоязычный и у меня крыли редактор карен агикан взял интервью насчет армянского достояния на святой земле вот эти всегда драки были с греки вот проблемы на в церкви то есть на святой земле он взял такое интервью у меня для журнала потом взял еще интервью насчет тут халкидонских споров до богословских и это но в журнале пича напечаталась я подумал что она исчезнет куда-то я взял это все вместе соединил и издал книгу нравоучения размышлены на тему халкидона и армянская достанье на святой земле вот издал эту книжку вы это тоже несколько раз переиздавала сейчас насколько знаю в мораторе чем один тоже будет печатать от отваться они тоже издали уже потом возникла вот это такая мысли что столько на форумах вопросы мне задавали вопросы священника да я решил собрать все собрал увидел ну темы есть которые нужно досказать что то есть которая уже ну изменить что-то вопросах и на основе с понятным языком вы хотели широкому кругу и читателей этого григория татвадзе есть книга вопрошение гиркард сманс и вот это книга вопрошение эту структуру его взял и на этой структуре она получился типа катахизиса но они это не катахизис и вот эту издал вот это вопрос назвал книжку вопрошение книга вопрошение потом это перевели перевели на армянский гири харцер шокер ураган и этого это уже третье ну в интернете верующие меня просили дать объяснение молитву шнургали веру исповедую ну вопросы задавали очень много и вот я так взял на себя смелость я побоялся назвать это толкование но свое некоторое объяснение молитву издал эту книжку с веру исповедую объяснение молитвы шнургали там как молиться что имел ввиду это все 24 глав 24 главы потом календарь армянской церкви на пять лет я перееду и все это на русском языке да это на русском языке это все перейдем потому что для русска сегодня русскоязычное павство армянской церкви которая по-армянски не понимает не читает она осталась как бы у них нет книги к сожалению нет соответствующим мало около миллиона может и нет литературы понимаете мне многие осуждали за то что пишу на русском на пришел к тому что вам все не очень много открылись уже слава богу сайтов при церквях священники блоги ведут на армянском полной информацией набор цунком сайт он там все это на армянском да а на русском на русском не только вы почти только я выходит что я поэтому я остался принципиально чтобы на русском все это делать и многие осуждают не знаю а как вы считаете какую пользу или опасности несет виртуальная арена общения на русском нет разницы нету вообще вообще да ну смотрите сегодня даже взять яд змеи и он может убить человека из яда тоже по моему делу лекарство нужно сделать то есть смотря к чему как использовать потому что можно и библию использовать два благо во спасение и саму библию слово божие во вред то есть люди стучали до 20-30 тысяч ересей сегодня вот например я услышал и я думал это шутка фейк а когда приехал в армению узнал что вот это сообщество какой-то форум христиан хотят открыть это была правда я я это понял что это серьезно это хотят в ноябре для меня ужас вот люди на основе библии это христианское сообщество это как сказать как это привести человек чревоугодник постник или не знаю как объяснить это 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 и вот они взяли это все исковерковали понимаете это в библию используя армянская церковь не принимает армянская церковь у нее есть официальная версия по моему выступали но сегодня мы же живем государстве которая они должны этот вопрос церковь да если завтра придут и парад здесь какой-то сделают ну да выйдут люди там против и что будет сегодня есть европейские ценности какие-то перед европой они замахиваются на нашу церковь это же идет уже не светские какие-то ху-ху-ху я имею ввиду сегодня этот вопрос не допустить должно государство не пустить чтобы этот форум прозор прошел в армении потому что невозможно христианин который живет по библии это и он был проповедником этого разврата есть люди которые страдают этим они в таком состоянии но их можно привести к покаянию человек он не проповедует он не говорит что это нормально он страдает я знаю людей которые я общался с ними некоторые каялись несколько человек меня исповедовались изменили жизни и такое случается я в других учитаю люди изменяют жизнь человеком сейчас не знают проклятие какой-то или он пал этот грех неосознанно или что но человек осознал понимаете мы же не говорим что этот человек когда он приходит и проповедует это так должно быть и вы должны терпеть что я хочу буду делать это уже армянская церковь не потерпит такой пропаганда я поняла на мою личность тоже то есть ты почему я не хочу видеть то что ты делаешь почему ты приходишь становишься здесь и показываешь то что хочешь делать иди если бог с тобой иди там где-то свои но не проповедуя не пропагандируй но церковь всегда не то что этих людей берет огнем сжигает она вызывает к покаянию чтобы люди покаялись вернулись богу потому что это грех это не только грех это проклятие божье апостол павел гайд потому что те которые не начали поклоняться вместо бога там зверям людям гайд бог наказал их дал чтобы они спали мужчины с мужчиной женщины женщины это некое наказание божье тоже и поэтому проклятие божье понимаете это пример садом гаморр и когда бог огонь с огнем сжег содом и гаморру то есть это не говорит что мы сейчас должны брать огонь сжигать их то есть господь покаять свое отношение он не то что призывал их к покаянию он просто не очистил мир то есть это говорит о том что это неправильно естественно цель там тоже это не благословляет я просто вспомнила случай с лагерем космик и когда я распространял эти фотографии высказывая свое возмущение очень много много тысяч людей напали на меня вместо того чтобы как-то вот понять правильность что нельзя хотя бы косвенно в детях ну и воспитывать такое переодевывать мальчиков девочек тем более не издеваться над служителем церкви а там были кадры там знаете что я читал вот там камень гадну что это же просто пример там и таковым вот взрослые тоже играют переодевается женщин смотрите это шоу взрослый он уже если он что-то делает а для своих бизнеса или чего-то но когда ребенка так приучаешь до маникюр мазать одевать женскую одежду вот это все все когда в дети манерные жесты дам и жесты это уже может ребенку понравится потому что он еще не фар не сформирован ребенок он начинает формироваться и в нем это мировоззрение и вот когда в нем это есть и вот он видит примеры это нормально все хорошо вы понимаете я как может быть хорошо ну не есть пример а ему пример видит он пара ставит ставить свадьбу гориллы и со священником как это может и романах и тем более тем более это не юмор понимаете юмор я должен семей юмор и очень люблю такие позитивные шутки но есть юмор который как оскорбляет людей вот это нельзя это уже когда ребенок знаете ассоциация помните фильм плюм-умле опасная игра если видели там парень герои фильма мальчик у которого украли взяли силой магнитофон дело слушал свою любимую музыку и когда у него украли он не смог защищить защититься и не отдать этот магнитофон и в нем такая нервная сложилась когда он слышит эту музыку где-то ему становится плохо вот у это ассоциации ребенок когда ему что-то привели от когда он видит это рекламу это пробовать вот это это ему этот ассоциациям значит правильно и вот он начинает растить таким человеком уже искривленной душой и сознанием и поэтому говорить об этом что это правильно или хорошо это просто надо государство не допустить что в этот церковь не может же он уже не имеет государственной структуру дам что самое больше он до выйдет там кого-то побьют примеру и что это полиция всех возьмет за руки в тюрьму это как были случаи в молдавии насколько что мы ломали тоже такой парад хотели провести народ священники они против а полиция окружила их и а кто нападал всех поймали и полицию отвели то есть кто был против то есть далее вот у меня друг дима брикман фотографом да наружу знаете вы можно знакомо да он в тель-авиве там каждый год этот парад гордости так называем там 2 до 200 тысяч людей из разных стран это лгтп да да называется парад гордость гордость а да и тель-авиве этот парад был ну дима из тель-авива там в окрестностях и он идет фотографировал несколько раз фотографировал их эти людей раз одеты в разные знаешь пошлые одежды и все и вот он один раз знаете что я взял он эти фотографии в черно-белый перекрасил черно-белый он посылает нигать посмотри что ты видишь садом и гаморне я знаю что увидел я увидел я увидел тоже то же самое заметил горе страдания этих людей этих черных карт это это крик души который кричал помоги мне вот это я это увидел а цвет но они очень дал так это какая-то душевная их не боль которая выражается можно сказать это своеобразные фрики да не знаю что это но просто крик души может эти люди которые они с фотографии у меня так страшно что стало что с одной стороны жалко этих людей тогда жалко наркомана то вот так жалко но это жалко сказать это мало но вот это черная гора показала горе у этих людей горе и вместо того что помочь им вернуться очиститься от этого это все рекламируется то есть человеку как можно ты можешь это делать здесь ничего страшного нет это твой свободный ты можешь проявлять ты никто не имеет права тебе мешать если ты хочешь так жить они живут а это гордость если вы уж про иерусалим начали вы начали в ютюбе своеобразный экскурс по армянскому иерусалиму что вы планируете показать какова ситуация с армянскими владениями и можно если а греках тоже у нас иногда бывают какие-то столкновения экскурсы знаете есть много там что снимать вопрос это люди думают что взял снял это что-то такое снял и выложил но у вас хорошие технические решения там тоже ахнических решений прежде чем что-то снимать должен читать ну насколько ты знаешь о чем-то нужно об этом сидеть изучать читать книжки тоже новый завар папы очень нет нет исторически я до факта пришел вот это здание построили таком-то году на цифры забываю надо все дела и здесь читаешь потом надо найти времени чтобы пойти это все снимать потом это прийти закачать с компьютер монтажировать и издавать то есть было выложить youtube то есть сказать конкретное вот есть какое-то что это сниму завтра это мне получать тогда когда в этот момент какое-то озарение скажем или возможность снять вот я перед тем как приехать в армению я сделал эти видео несколько подготовил заранее и выложил youtube есть такая опция ты можешь отложенное сделать чтобы когда хочешь тогда она была выйдет до в эфир я вот так выложила следующее воскресенье вот завтра выйдет духовно это о вселенских соборах я сказал на сделал видео в следующий будет выйдет а святом яков его могилы брат господин первая могила его где было вот это посмотрите сказать о святых и как раз во владениях армянских нет да да она будет в армянском монастыше потом когда выйдет посмотрите я у себя выкладываю в фейсбуке и плюс еще я ссылку на вашу на ваш ютуб канал поставлю реклама спасибо смотрите а то что в армянском иерусалиме есть старый город четыре квартала мусульманских истианские еврейские армянские кварталы есть свои естественно есть у всех свои какие-то хотят чтобы иметь этот квартал какие-то территории захватить это иерусалим его история такова с первым после христа все хотели иерусалим захватывают один отбирает другой приходит все считают это своего рода духовным центром то есть духовным центром многих религий то есть в основном а в раме чист авраме митиских и религий там иудаизм ислам и христианство да но армянская церковь и наше духовенство называется зиму реалми обмануться на зиму реал воинствующие ли воинствующие братцы то есть не то что драчуны а она всегда на чеку дети чтобы хранить эти святые места потому что если где-то проморгаешь можешь потерять а это очень важно это при вот эти стычки с греками которые они всегда к сожалению пробуют что-то постоянно захватить они думают что наследники всех святых мест на святой земле только греки и поэтому по-моему они думают что в истории тоже они везде наследники и первые ну поэтому постоянно они провоцируют и когда хочешь не хочешь ты вступаешь уже словами не объяснишь и получается драка и со стороны это очень некрасиво получается там комментарий когда читал иногда даже смешно комментарий к сожалению многие армяне и может это фрики фейки какие-то пишут ну чё не стыдно вам папам деретесь на святом месте вот отдайте все грекам и убирайтесь в армению говорю как это же ну что он вам немало своих церквей в армии это пишет армяне да да я говорю но это же святые места ну вы какой пример подаете нам вы деретесь горы слушай а чё вы не говорите грекам что они почему нападают ну да это их проблема но вы должны по-христиански подходить удали подстав вторую типа того начинают грузить священников как правильно христианство нотации вам читают а сейчас но это к сожалению к сожалению это так но последние вот несколько лет вроде как кубукли отремонтировать все идет под к сожалению все это привело к тому что полиция израильская начала иметь доступ ко всем ко многому и и поэтому они не пускают чтобы этих драк было нам контролируют это с одной стороны хорошо но с другой стороны это показывает что христиане может один вопрос решить и третий должен их усмирять за к сожалению и в отношении христиане вопрос задолженностей решился я помню и завершается и он такой знаете такой он не то что конечный решен заморожен потом на придет рим опять поднимается а много за электроэнергию за коммуналку там нет электроэнергию воду это платят монастырь и платят вопрос был друг господин там залитесь тоже платят вода там вода смотрите монахи там с каждой стороны живут по 6 7 8 человек на ночь закрывают составил сколько воды они будут пользоваться там есть туалеты общественные храм и гроба там выходишь там есть выход и туалет и там представьте там день поскольку сот тысяч людей заходит каждый день и они эти туалетом вода еще плюс к этому ближе лежащие в магазин и приходит туалет туда а почему государство израиль сама не будет платить все-таки это туристы ежегодно число днят что это же туризм вы столько за счет приезжают столько в храм туризм и кто-то заплатил кто-то из внешних вот я точно не могу сказать и этот вопрос как бы закрылся но насколько закрылся и до каких пор не знаю мне этой информации нет у меня еще два-три вопроса мы недавно говорили можно ли брать исповеди через skype вайбер или вотсап почему нет вы сказали нет смотрите исповедь но и в будущем возможно ли такое многие верующие многие верующие путают личный такой разговор как психологом даут со мной много общаются пишут и в личке там нас а в социальных сетях через skype там всякий но вы и есть лекарь и души в принципе исповедь это другое исповедь это святое таинство это таинство которое происходит вот мы сейчас сидим таинство должно происходить вот на этом не так я еще на личном общении до живую чтобы дать отпущение человеку это нужно на голову положить благословить благословить но виртуально исповедь брать это неправильно он что во первых ты не знаешь кто там сидит перед тобой а если человек болен он далеко но он очень хочет чтобы именно вы были возможно ли в будущем что-нибудь да не знаю мне кажется церковь она настолько опять я как сказал гибкая что она может какие то есть такой это саркас людзанной зоренес то есть нужда может нарушить закон то есть но есть всегда когда она в этом случае говорю на природу для тебя это можно но не в пример для всех то есть церковь она настолько лояльны что может может быть решение да что для этого человека правильно сегодня но не в пример для других и поэтому говорить завтра будущее я не могу сказать завтра как будет что какая ситуация но по сути сегодня если есть священник который можно в церкви но смотрите наши верующие очень много к сожалению вопросы подходят духовным вопросом через призму права практики православной церкви который очень часто не для нас это вот как нам подходит они исповедь думают как у русских там да к батюшке подошел каждый день должен исповедовать они так есть частные исповедь у нас здесь общие частные смотрят это когда человек со священником это пасхару исповедует человек свою душу открывает а многие путают исповедь таким разговором не приходит и часа два-третье это рассказывает как с ним неправильно относятся коллеги родственники родители там жена муж или дети и они будут не сделать то есть они не понимают своего своих ошибок сейчас я приходят и вам жалуются на кого-то думаю что это исповедь извините столько времени вы чужие грехи рассказывали от ваших а что я сделал грехов нет объясняю что знаешь это не исповедь пришел если бы ты пошел перед никто не был и рассказал все успокоился гайдарь и вон с тобой поговорил так мне легко стал я говорю иногда никого нет мне самому вы говорите иду говорю в садике где ты успокаиваешь вот вы тоже так но это не исповедь исповедь когда ты созрел и понял что это грех смотрите извините пример такой прыщик да он когда он созревает но когда ты начинаешь копаться в этом прыщике когда он не созрел ты сделать рангу и она потом будет долго исцеляться а когда она созреет сама уже исцелитель там выдавишь или там йодом помажем то есть грех то есть осознание греха это процесс человек должен дорастить вытолкать этот прыщик из себя же он должен дойти до этого и когда он поймет что он украл у кого-то да у семьи последних хлеб ему это больно с этим не может жить он идет гать бачку я украл хлеб у семьи который голодности мне не могу с этим жить вот это очень а может виртуальном мире человек найти бога потому что в виртуальном мире сейчас даже изменяют мы то есть я вам один раз такой вопрос задавала а можно ли в виртуальном мире все-таки найти этого бога ну бог он везде и поэтому виртуальным что виртуальным ты находишь то есть через смотрите вера в бога приходит через слово божие апостол павел гает то есть слово божие сегодня мы почему я к примеру в виртуальном мире потому что я хочу чтобы как в ортопед нести слово божие то сегодня для меня если я буду сидеть иерусалиме я со сколькими могу общаться а так меня в сети в интернете общаюсь там сотнями или тысячами людьми день понимаете и так тоже ты даешь слову да ну вы вас круто общаетесь а многие люди общаются под какими-то псевдо нимами это уже другая проблема то есть они в открытую не могут выразиться ну нет найти бога одно а выражаться другое есть случаи человек пишет я хочу сейчас себя наложить руки на себя и ты до утра сидишь чате пишешь там да и ты не знаешь он прикалывается над тобой или нет понимаешь но другой стороны ты думаешь может это серьезно да не да не кто там ты с ним всю ночь лишь переживаешь это живешь этим и и ждешь на следующее утро или вечер он откликнется или нет знаете и может а там не какие-то цифры и буквы понимаешь и не знаешь это женщина или мужчина но потом когда разговариваешь я женщина и мужчина мальчик или девочка поэтому найти бога виртуально опять человек если ищет он у него это уже его проблемы выйти сказать это я какие-то может есть причине что он не хочет себя показывать проявлять то есть и поэтому если это про не значит ли это что они грей уже совершили какой-то грех поэтому скрываю видеть сердца их я не не знаю же но мне пишут и на смотрите мне подают друзья люди как из каким без фотографий какие-то имена ты не знаешь что это чтобы я порою не беру тем более после этих когда начали слова наших соседей азер да вот это мой аккаунт фейсбуке уже сколько раз блокирует уже он заблокирован открывается опять найдут каких-то комментариях и вот я уже начал уже новый к аккаунт когда я начал подходить уже выборочно кого брать есть очень много и неадекватных людей ты видишь когда они пишут не пишут и сразу могут напасть и вот ты я не ожидал ты какой священник я сразу блокируют людей просто не хочу если человек не пишет ничего ничего не говорит и я не осуждаю просто не хочу нервы и себе и те кто читают меня они начинают с ним спорить и вся тема засоряется и начиная не хочу и зацикливаются на этом человеке поэтому говорит что человек он грешник что-то сделал всем и грешники но если человек ищет пусть под этим ником вот именно когда исповедь он не может с маской прийти искать знаешь что я не хочу смотрю у нас этого нету человек он должен утопываться есть такое что человек сама сильная исповедь это когда он через может перебороть свой стыд и через стыд он сказать что я такой грешник да можешь этим человеком общаясь и ты знаешь он такой такой а вдруг какая-то он такой как он же кается надо ты не можешь сказать пошел вон извините так и поэтому человек принимаешь и слушаешь на хочешь помочь и опять приходим к тема лгтб сообщества церковь не против этих людей они больны они больны и духовно и физически и им трудно принять что это грех а это реклама общая пропаганда показывает что это не грех понимаете и человеку уже не будет кается но душа все же мучиться но в протестантской церкви уже даже брачуют так что это наша церковь армянская и последний вопрос как может армянская церковь противоставит современным вызовам которые все больше отдаляют людей от веры или же приводят их в деструктивные секты и радикальные религиозные течения такие как свидетели смотрите есть такое что если не нужно бороться с тьмой зажги свечку то есть церковь она должна миссионерством заняться но армянская же церковь не миссионерская ну опять говорю потому что у нас есть эти вызовы сегодня 21 век что заняться миссионерством среди не своих да сегодня есть такая то что вот люди которые мне общаемся к ты дать ты не для меня не ты можешь не может быть духовным отецом ты потому что я из другой церкви я вообще другой религии пример но на армии и меня многие спрашивали как я армянин там один буддист там кришна и армии но я армии для тебя ну мои знакомые твои отцы родители армяне ты себя армянин нет я армянин для твоих слушает ты хочешь суть я сказал духовном то что понятие армянин до двадцатого века почти до 20 для всего христианского мира армянин это означает верующий армянской церкви другого не было и к этому когда кто-то уходил становился католиком и франками на то есть и они сами себя называли франки потому что когда это обрядово армяне и католики они такой же обряд какой у апостольской армян вопрос на обряде вопрос том что когда были гонения на армян когда резать мы не армянин и франки понимаешь это как бы спасение даже осенью поэтому они себя более даже стали как мы франки но сегодня все горят мы армяне я опять говорю не говорю что ты не армянин но если исходить из того что все мы армяне это последователи армянской церкви это уже стал пример того что если говорят он на которая крестила владимира так верю она армянка она армянка вот русские и не признают армянки византийка то она армянка но они правы потому что она не армянка в богословском то есть на христианском понимании она православная понимаете и исходя из этого сегодня многие которые отделяются армянской церкви или далеки они не армяне в духовном смысле это что что они они может сто раз больше меня армяне то есть национально вот это чем я но когда приходит вопрос самосознает церковь должна прийти понять что вот есть люди есть группа людей которые они от отошли от армянской церкви ли не были в ней если мы их очень любим мы хотим чтобы они нашли спасение ибо спасение в армянской церкви то есть в апостольской традиционной церкви как в русской там католической но для армян спасение именно в армянской церкви у святого гарницы есть такое видение видеть это воскресенье уже суд будет идет какая-то группа людей бежит топ католикам то оттуда бежит другим тут у другим нигде их не принимают он спрашивает ангела бит кто это люди когда эти армяне которые предали свою веру и они во время суда они не найдут место у других потому что предали свою веру не я буду судить бог будет судить но мы когда понимаем что этот человек он не не в лоне армянской церкви значит он лишен спасения церковь должна начать бороться за него то есть делать все чтобы привести в армянскую церковь они сидят но они все наши дети но они сидят то есть сегодня вызов я редко когда армянской церкви именно освещение наши они по почему потому что всегда армянская церковь сейчас объясню искали нету миссионерство что всегда когда у нас мы были в гонениях мы были в гонениях или кто-то приходили там арабы сельджуки турки они нам не разрешали чтобы мы занимались миссионерством горит своя паства идите своих своих проповедуйте понимаете то есть лишенные государственности имели мы проблем у нас это диново если брать исторически у нас наши очень много у нас святых которые не армяне они принимали веру христианство мученики арабы перцы которые мученические умирали за христианство армянской веры понимаете и поэтому говоришь а кто араб был именно не помню извините но дам вам это на русском я знаю что партнера много было до па перца я имею ввиду 7 8 9 век есть святые хорошо это вырежем смотрите поэтому сегодня есть вызов и надо на этот вызов уже работа на русской церкви у них есть миссионерские отделы при университетах при этом при семинариях они есть специально там и журналистика и все как работать как сегодняшним языком сегодня отвечать на сегодняшние вызовы и поэтому говорить что армянская церковь все наши эти залог на наши это неправильно да они все армяне наши братья я как не буду же если кто-то у меня есть знакомые язычники солнцепоклонники они не любят когда их называют язычники солнцепоклонники у меня общаемся нормально общение уважение есть я же не скажу что вы не армяне вы не знали все но если исходить из того что я знаю что у него направление это неправильно его надо привести к армянской церкви когда церковь начнет думать об этом церковь сегодня этих вызовов бы не было сектор не было столько сект то есть надо нам первопрестольному и чем один и почему бы двум катали и косом подумать над этим тоже наверно в среди самих армян армян много не уничижать не оскорблять не враждовать не делить своих на чужих а просто человек который сам га я не принадлежу вашей церкви плевать на вашу церковь все я тебя люблю но настолько должен любить тебя чтобы его привести к христу к армянской церкви а так значит это любовь к нему это немножко вот и получается что люди уходят в деструктивные секты иногда что армянская церковь отрицают даже вот здравоохранение медицину они отрицают и в итоге получаем иногда очень страшные с летальными исходами сожжимом случае поэтому армянская церковь медицину всегда принимала у нас развивалась в армянской церкви святой нарекации он тоже считается как лечащий святой ну понятно сама медицина развивалась и в монах монастырях то есть наука развивалась в монастырях то есть армянская церковь никогда не было против науки то есть наука это было своего рода хотите немножко походим скажите мы сейчас находимся у института музея комитаса святого комитаса какую сторону как вы хотите ну смотрите вся суть опять говорю нужно церкви вот заняться вот этим миссионерством то есть принять что у нас есть люди которые вне армянской церкви там мы уважаем армянская церковь всегда если какие-то благотворительные что-то делает она не ставит из армянской церкви или нет у нее у нас нет такого мы все лояльно то есть ко всем отходим все подходим но случают спасение души очень важно чтобы армянская церковь осознала что нужно заняться миссионерством то есть это очень важно вот такие дела у нас очень много проблем это и также знаете у нас были даже проблемы извиняюсь что я перебиваю с тем что после советского союза священников не было мы же сейчас новое поколение священно служителей готовим и кроме того у нас нету монашества женского в отличие от русской православной других церквей в том числе католическая то есть мы отличаемся во многом ну смотрите отличаться то есть для меня всегда у меня есть несколько видео духа духовной практики практики армянской церкви почему-то многие хотят исходить из того что вот у них что-то есть а у нас нету давайте будем как они но это нет потому что у нас была своей традиции свои все свое которое мы свою забываем едем в россию примеру да в россию у русских вот это вот это это примеру да и мы и исходя из этого иначе почему у нас вот отец гигант у нас нет этих икон у нас иконы не плачет не не мироточат вот у русских есть скажу но если у них есть это для них да да это их практика бог им это дал у нас этого нет у нас нет а что означает у нас нету а насчет мощей у нас до насчет мощей к примеру у нас мощи армянская церковь у нас иной подход у нас нету того что-то открыто потом за раки такие специальные под стеклом столько мощей и ты можешь приложат приложиться у нас все закрыто у нас на праздник святого снимают десница вот так рукой да там мощь благословит и прячет то есть нету у нас более евангелий крест ну если это дам это видео то вы ссылки поставьте чтобы не грузить эту вашу дачу я хочу вам показать сейчас там здание построили с одного места не видно по моему а вы же сами родились в ереване у вас у каждого кто родился в араратской долине в иерусалиме не скучаете по виду арарата вид арарата не знаю не задумывался сказать скучаю я а в иерусалиме стараюсь не скучать о чем-то потому что трудно это переваривать и наружу устал чтобы не стараться не скучать или не нет не видно вроде да нет он с той стороны наверное не сможем увидеть ну попрощаемся и сами будем смотреть спасибо огромное объяснили и за интервью и за доступность потому что на русском языке очень мало информации об армянской церкви о нашей вере почему она не еретична и не монофизи мы не еретики ну спасибо и вам найне за то что вы делаете потому что знаете так скажу немножко адекватные правильное мышление на русском тоже но все среди журналистики потому что русскоязычных журналистов армян по моему почти тоже нету да или если есть так на пальцах которые серьезные тоже знаете для меня журналистика это не копипест это тоже что человек должен делать творить а когда там нету процесса творения уже не интересная журналистика поэтому я всегда вас видел не не то что хвалю вас а констатирую факт что вы человек который творите и даже вот эту камеру взяли в руки и ходите по еревану снимаете что-то спасибо большое до свидания спасибо 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 Продолжение следует...